Улица Высоковольтная, дом 29, корпус 3. На самом деле не обязательно привязываться к какому-то конкретному зданию. От природных стихий и человеческих катаклизмов страдают сразу несколько домов. Дело в том, что россыпь здания расположена, по словам местных жителей, в одной из самых низких точек района рощи. Вода вся с рощи поступает через наши дорожки домовые. И получается, что нам приносит очень много щебня, песка, который мы после, как он подсохнет немножко, мы начинаем вывозить на тележке. Сщебенку и прочий мусор на тележке вывозит дворник, а помогает ему местные жители. Правда, все это сизифов труд. Каждый ливень приносит с собой новый мусор. Например, недавно разыгравшаяся трагедия на улице 9-й линия, где несколько дней подряд по улицам текла вода. Конечная точка всех этих ручьев здесь, на улице Высоковольтной. Местные жители сообщили, что в период дождей к дому подойти просто невозможно. Через узкие тротуары перекидывают доски и обходят ручьи по ним. Автолюбители к дому попросту не могут подъехать. Приходится оставлять машины чуть подаль и идти до квартиры чуть ли не в резиновых сапогах. А по спуску проедет далеко не каждый транспорт. Сейчас ездить невозможно. У кого низкие посадки у машин, они все цепляют. Вот там на седе цепляют все без отключения. У кого большие, конечно, они еще больше разбивают. От этого не лучше. Ни тому не этому. Мы здесь вот сами своими силами собираемся. Шофера, кто уже не готов ездить, собираем кирпичи, камни вот отсюда, спалки. Все ложим. Все это, сами знаете, размывается. И опять же вся эта щебенка, вся грязь, все стекает, смывает им. До ближайшей остановки путь не близкий. Им вот только с этой улицы такси себя не вызвать. Отказываются нет. У вас дороги плохие, мы к вам не приедем. Так же и скорая. Вот выходите, в какое место или где-то мы только тогда подъедем. Или вот к магазину. А так, как таково, к дому мы, они не подъезжают. Причина отказа все та же. По таким дорогам просто не проехать. Проблема-то не возникла из ниоткуда. Такая ситуация, по словам людей, длится около 15 лет. Однако никаких ремонтных работ проведено здесь не было. В 2016-м ситуация достигла своего апогея. И жители написали сразу в несколько инстанций. Во-первых, мы в префектуру города, мы железнодорожного района обращались. Префектура нам объяснила, что вопрос будет рассмотрен. Мы писали письмо туда. Потом депутату областной думы Гусева и Татьяны Васильевны. Благоустройство города. Мы начали вообще-то этот вопрос с 25 марта 2016 года. И везде ответ один мы сделаем. Но позже у местных жителей появилась целая папка, которая полна заявок и ответов. В 2016, 2017 и 2018 годах людям отказывали по разным причинам. То они не попадают в программу, то недостаточно финансирования. В общем, ситуация остается неизменной. 9 июля с местными жителями связались и сообщили, что в течение дня к ним приедут мастера, чтобы заняться укладкой асфальта. Говорят, что отремонтируют участок 5 на 5 метров. Вот только местные жители не уверены, что это поможет. По их словам, дорогу размоют буквально через несколько месяцев. А вот то, что действительно здесь необходимо, так это ливневая канализация. Иначе еще очень долго по улице Высоковольтной будут течь ручьи со всего района рощи. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».